Всем привет! Продолжение видео, как и обещал, про моего друга, который был в детеншине. Просидел два с половиной месяца, вышел, решил рассказать, пока прогуляюсь в сторону зала. Немножко спортом позаниматься, по здоровью уже такой стал, с этой погодой домашней. Вот, значит, какая ситуация? Выехал ко мне друг, долго готовился, три года примерно собирался, все никак не мог решиться, и вот появилась талазейка пройти в США через Мексику. Через приложение CBP-1, то есть практически все легально, как, ну, поначалу оно и было. Всем давали разрешение, ну, не знаю, правда-неправда, так, по крайней мере, говорили, что те, кто проходит через это приложение, получают разрешение на работу практически сразу. social security номер, вот, ну, и достаточно быстро весь этот процесс происходит. В общем, мой друг решил рискнуть. У него есть семья, жена, дети. Он изначально хотел ехать с ними, но жена побоялась ехать в Мексику. Ну, ну, сами понимаете, это такое дело, не самое простое. Вот, поехать в Мексику, найти себе, вот, это приложение себе CBP-1, какое-то жилье, потому что сразу там все быстро не получается сделать. Вот. Ну, и, в общем, поехал он сам. По приезду достаточно быстро поймал дату перехода, практически вот в этот же день. То есть, так получилось, что он приехал, позвонил мне, говорит, слушай, помоги там, ну, с переводом и так далее. То есть, мы с ним практически онлайн на телефоне. Он заполнял это приложение CBP-1. И с утра, прямо вот он только приехал в город Мексика, и с утра поймал эту дату. То есть, там через, по-моему, было через 10 дней, уже точно не помню, не буду врать. Вот. Поехал, значит, он туда. Все успешно перешел. Ну, вот, и тут его на границе. Он, кстати, переходил не один. Еще там ребята, ну, то есть, какая-то группа людей там собирается и переходит в эту конкретную дату. Это, по-моему, у нас было... Забыл тот мексиканский город на границе с Калифорнией. Тихуана. Тихуана. И там большой переход, на который раньше все на машинах проезжали. Вот. В общем, он прошел там. Еще ребятами. То есть, тех ребят всех пропустили. Практически там, по-моему, двух. Вот моего друга и еще кого-то содержали. Посадили сначала на бордер. То есть, мне звонили с бордера, так как я был как поручитель. Вот. Мне звонили, спрашивали, знали ли этого парня. Я говорил, да. То есть, мы с ними там разговаривали. Я спрашивал, что будет дальше. Они сказали, ну, мы не знаем. Дальше он вам еще раз позвонит. Его отвезут в детеншн, он вам позвонит. Я думал, ой, ничего себе, детеншн, странно. Вот. В общем, его отвезли в детеншн. В детеншн он, то есть, долго не появлялся в этой самой системе. То есть, мы не знали, где он. То есть, мне его жена звонила всеми, интересовалась. То есть, она тоже пыталась его найти. То есть, мы не знали, где он, потому что на связь он не выходил. И в итоге, через несколько дней уже позвонил из детеншна по телефону. Он запомнил мой номер телефона наизусть. Молодец. Позвонил уже оттуда. Ну, и мы начали пытаться что-то сделать. Там, конечно, условия более-менее. И мы выдали робу синюю, как у реального заключенного. Там у них есть специальное приложение, по которому можно разговаривать по видеосвязи. Можно сообщения пересылать, фотографии. Им там дают планшеты такие. Они могут ими пользоваться. Ну, я так понимаю, что они просто в общем доступе. И у тебя есть какое-то время, когда ты можешь ими пользоваться. Соответственно, это все плавно. Плюс там у них есть так называемые киоски. Я не знаю, не помню, как называется по-английски. Там, где они могут покупать себе всякие шоколадки там и прочее, прочее. То есть, мы закидывали ему туда денег, чтобы он там не грустил сильно. Вот. И, в общем, находился он в неведении достаточно долго. То есть, непонятно было, кто его айс-офицер. То есть, я пытался звонить туда, выяснять. То есть, мы просто думали, стоит ли сейчас брать адвоката. Не стоит. То есть, ну, у меня было много знакомых уже есть, которые переходили раньше еще границу. В принципе, все говорили одно и то же, что нет смысла сейчас нанимать адвоката. Он никак на процесс фундаментально не повлияет. Вот. То есть, может быть, где-то что-то, какие-то мелочи исправит. Но стоит это достаточно дорого. То есть, от двух до трех тысяч долларов. Вот. Только, чтобы быть адвокатом на то время, пока он находится там, так сказать, вытащить его оттуда. Ну, я так понимаю, что у них какая-то была новая ситуация у иммиграционных офицеров и пограничников. То есть, они сами не знали, как действовать. Видимо, им сказали, вот, задерживайте. Преимущественно были русскоязычные. Ну, не из России именно, а вот были все подряд. Плюс, я слышал, что там поймали каких-то ребят, которые прошли через это приложение. И они были русскоязычные, там, со стран Центральной Азии. И, в общем-то, они, вроде как, входили в аль-Каи, да и поэтому начали всех подряд задерживать. Такая даже есть версия. Не знаю, правда или нет. Вот. В общем, пробыл он там примерно месяц. И после месяца уже у них обновилась группа айс-офицеров. Старых, как им сказали, уволили, наняли каких-то новых. Вот. И они уже начали, собственно говоря, заниматься всеми вот этими документами и так далее. То есть, да, вы туда можете позвонить, вам вежливо все ответят. Да, ваш парень здесь, там, ожидайте. Он ожидает, там, даты сюда и так далее. То есть, какая несуразица там происходила. Например, у некоторых ребят, прям там был мастер-сул, в том числе у моего друга. Но мастер-суд был, там, по два, по три раза. То есть, ну, в моей голове это просто, ну, не имеет никакого смысла. Потому что мастер-суд, в принципе, он должен быть для того, чтобы убедиться, что человек здесь. Что он никуда, там, не убежал, не уехал. И что, вот, он предстал перед судьей и сказал на суде, что он придет на слушание вот такого-то определенного числа, там, в определенное время. То есть, для этого нужен мастер-суд. Ну, проводить его несколько раз, что, несколько раз убедиться, что человек еще здесь. Ну, он сидит в тюрьме, никуда не денется. Конечно же, он здесь. Ну, то есть, вот такая неразбедиха, там, сейчас, в данный момент происходит. Не знаю, может, это как-то наладится, ускорится. Вот, но в итоге, в общей сложности, мой друг провел, там, два с половиной месяца. Его выпустили. Вот, некоторых ребят выпускали чуть раньше. Ну, надевали какие-то браслеты на ноги, кому-то телефоны давали. То есть, моему другу, ну, ничего не надели, ничего не дали, просто выпустили и все. Но единственное, что мне из его поручителя пришлось стать спонсором. Вот, то есть, я отправил свои документы. То есть, чтобы быть спонсором, нужно или иметь гвен-карту, или гражданство. Вот, я отправил свои документы, чтобы быть его спонсором. Ну, скажу честно, мне никто не звонил. Они мне звонили в день, когда его выпускали. Это было, там, в час ночи, не знаю, я спал. Они мне два раза, я утром просыпаюсь, смотрю два пропущенных вызова от иммиграционной службы. Вот, и уже потом сообщение от моего друга, что он в аэропорту. Я понял, что вроде все нормально выпустили. Он говорит, что да, при нем действительно два раза звонили мне. Вот, он им сказал, что я, скорее всего, сплю, но они, тем не менее, два раза попробовали до меня дозвониться. Я сплю. Ночью у меня телефон стоит на беззвучном режиме, потому что много моих друзей, которые живут там, на другом полушарии, так сказать. Им все равно, сколько здесь времени, они не знают. То есть, они просто пишут сообщения, там, звонят, еще что-то хотят узнать. Вот, поэтому я решил, что я хочу просто спокойно спать и когда-то там установил себе эту функцию, что телефон переходит в спящий режим в определенное время и отключается утром тоже в определенное время, чтобы никто мне не мешал отдыхать. Вот, в общем, ну и вот таким образом мой друг провел там два с половиной месяца. Вот, был дурдом, там всякое у них, всякое у них происходило внутри, там, вплоть до того, что там некоторые люди чуть ли не в прямом смысле начали сходить с ума. Там один парень говорит, просто поначалу веселый был, бодрый, ну уже через где-то вот, как они два месяца там провели вместе. Уже просто вот днем ходит, улыбается, со всеми общается, только там отбой у них, ну, надо ложиться спать, он сидит, плачет, вот, сидит, плачет. Ну, говорит, все ребята, в принципе, там, по-доброму друг друга поддерживают, там, какой-то такой злобы не было, он говорит, даже этого парня как-то пытались подбодрить всячески. Вот, не знаю его судьбу, не интересовалось. То есть, кто-то просто начинает себя вести очень агрессивно по отношению к этим офицерам, ну и, собственно говоря, к этим ребятам в тюрьме. Вот, ну, я понимаю, они это делают, потому что их это раздражает, то есть, они рассчитывали на что-то одно, и вроде бы кажется, как будто бы какой-то произвол. Но я скажу свое мнение, ну, по поводу всей этой иммиграционной системы Америки, потому что все, многие говорят, особенно, вот я в последнее время слышу, но я тебе, что все говорят, вот, бардак, нет никакой системы, ничего не работает, тра-ля-ля, это прям. На самом деле не так. Ну, смысл, как бы, ситуация заключается в том, что, в принципе, США не обязаны, ну, не обязаны, и не то, что США, ни одна, любая другая страна не обязана. Прямо вот всем давать это убежище и давать эту возможность. Просто они так, в США, они так поступают, потому что у них есть закон, который работает. Это самое главное, что есть в США, закон, который работает. В иммиграционной службе, особенно вот эти офицеры на границе, работают люди, которые пошли туда работать, потому что их больше никуда не взяли на работу. Вот я с кем разговаривал, да, вот мне звонили оттуда, с Бордера, в частности, ребята, они вот говорят по-английски, еле-еле, сами еле как разговаривают по-английски, потому что они вот там испанцы, они больше испанских знают, то есть они пошли туда на работу, ну, потому что вот как-то получили гражданство, вот, и появилась возможность пошли туда работать. Потому что те, у кого хорошее образование, те, кто специально учился, они туда работать не пойдут. Или пойдут в самую последнюю очередь, если там подрались со всеми во всех барах, передрались, то есть там зарплата не очень большая. Соответственно, люди работают достаточно простые, самые обычные. Самые обычные люди там, которых там вы можете где-нибудь встретить на рынке, которые торгуются там за цену картошки где-нибудь там в наших странах. Вот, и вот такие люди там работают. Поэтому рассчитывать на то, что они будут там супергуманными или еще что-то, ну, не стоит, лишь только потому, что нужно понимать, что люди простые, которые там работают. И они тоже сами, как правило, не местные, не американцы. Вот, то есть они тоже из Испании еще, ну, из Испании имеют в виду Латинская Америка. То есть они, то есть они такие же, как и мы. Вот, и когда они видят вот тысячи, тысячи людей, которые приходят каждый день, вот, и все же там все понимают, все слышат. Там много ребят, кто проезжает границу лишь для того, чтобы поработать год-два, заработать там себе на квартиру условно, еще что-то и вернуться назад. То есть такая цель. И они это тоже прекрасно понимают, что реально там те, кто бегут от чего-то там и так далее, ну, небольшой процент. Вот, я не, ну, не берусь судить, какой процент таких людей, вот, кто реально хочет жить там, работать в США, там, расти детей, да, там, семью свою содержать. А кто просто приехал поработать. Таких очень много. Вот, и они это тоже прекрасно понимают, поэтому, и, как правило, и такое отношение бывает нехорошее к эмигрантам на границе, потому что, ну, они тоже чувствуют, что их обманывают. А кому нравится, когда их обманывают. Вот, поэтому бывает, конечно, попадают их хорошие люди под нехорошее отношение. Ну, лишь только потому, что из-за каких-то других людей. Вот, не потому, что вот он сам по себе такой плохой. Вот, поэтому не стоит там обижаться, злиться на эту систему. Система вполне себе работает как может. Перенапряжена в данный момент очень много эмигрантов. Вот, ну, поток, по крайней мере, там с Восточной Европы спадает сейчас. Ну, прям заметно. Видимо, все, кто уже хотели, уже приехали. И сейчас только приезжают уже те, кто остались, кто долго планирует. Вот. Не знаю. Многие говорят, что скоро закроется эта лавочка. Тяжело сказать, потому что реально кризис иммиграционный, он добрался до таких крупных городов, как Нью-Йорк. Я вот живу рядом с Нью-Йорком. И скажу честно, вот, допустим, там, когда я приехал в Нью-Йорк, ну, все было намного проще, в разы проще. Вот, чем сейчас. Столько людей не было, много, которые вот приехали. Я просто вот с другом своим, мы ходили, искали, там, ему счет в банке открыть, там, комнату какую-то снять и так далее. Там таких, как он, просто, там, сотни. Просто сотни видно, что ходят. Сами ребята, там, глаза бегают, не знаю, что им делать, куда идти. Вот, таких людей сейчас очень много, поэтому сложнее. Вот, там. По-прежнему считаю, что Нью-Йорк самый лучший город для эмиграции, для начала эмиграции. Вот, все равно, как бы не было трудно, намного проще все равно начинать свою жизнь в Нью-Йорке. Ну, или там, где есть какие-то знакомые друзья или родственники. В любом другом штате. Вот, тоже, как бы, такой вариант. Ну, и напоследок, наверное, скажу, берегите себя, если вы надумали идти, вот, не опускайте руки, там, так сказать, бейтесь до конца. Да, будет сложно. Эмиграция, это не для всех, это очень трудно. Как бы, там, кто-то выиграл грин-карту, приехал, все равно нелегко. Я вижу очень много людей и знаю лично, кто выиграл грин-карту и кто также работает на этих эмигрантских работах, потому что, там, не знает язык, еще что-то. Язык, на самом деле, имеет очень большое значение, большую роль играет в эмиграции. То есть, если он есть, это на 50% упрощает вообще все. Потому что, не знаю, не языка, иногда очень дорого обходится. У меня таких много примеров есть. Вот, ну, просто самый простой расскажу. Он забавный в то же время. Работал как-то с нами один парень. Ехал на траке в Детройте. Была зима, холодная. И он заезжал, в общем-то, с трассы съезжал куда-то там в город маленький какой-то. В общем-то, его немножко занесло. Там был снег. Он цепанул как-то обочину. И его, в общем-то, утащило в обочину. Все. Он застрял в сугробе, в снегу. Не мог выехать. Вызвали мы ему эвакуатор. То есть, он мне сам позвонит. Говорит, Денис, пожалуйста. Он по-английски не говорит. Помоги, вызови, чтобы меня выдернули просто. Я дальше поеду. Я говорю, хорошо. У него просто позвонил. К нему приехал парень. Вытащил его трак. Подходит к нему и говорит. Слушай, твой трак не заводится. Говорит. Я не понимаю. Наверное, что-то сломалось. Мой знакомый стоит ему кивая. Я такой, yes, yes. Thank you, thank you. Такой, yes. Он такой, ну, раз она сломалась. Его тут нельзя, говорит, оставлять. Я, говорит, его тогда отвезу, говорит, на стоянку на нашу. А ты потом приедешь, заберешь тогда. Ну, и разберешься, что у тебя сломалось. Окей. Тот говорит, окей, thank you. Такой, thank you, окей. Он такой, ну, окей, так окей. Забрал его трак и увез. И вот стоит мой знакомый на дороге. Звонит мне, говорит, Денис, а куда мой трак увез? Я говорю, ну, я не знаю. Мы же вроде вытащить его хотели. Он такой, да. Ну, говорит, подошел, мне что-то спросил. Я ему сказал, окей, и он увез. Я звоню, ребята, говорят, что случилось? Они говорят, ну, вот, сломался трак. Я поговорил с вашим водителем. Он сказал, он сказал, окей, да, отвезите, конечно, на стоянку. Вот мы повезли на стоянку. Я звоню, говорю, так и так, такая ситуация. Вы сказали, что он сломал, они его завести не смогли. Он говорит, так там же секрет, как говорит, в траке, чтобы завести, надо кнопку нажать. Я говорю, ну, видимо, они об этом не знали. Спросили, наверное. Ну, говорю, они спросили, говорит, вас, что трак сломался и, видимо, не заводится. Надо увезти. Вы им сказали, окей. Так я, говорит, я им сказал, окей. Думал, что окей, спасибо, что вытащили. В общем, из-за того, что он не знал английского языка, не понял этого парня на эвакуаторе. Конечно, он его ругал, материл, но парень сделал свою работу четко. Что тут говорить? Приехал, помог, не заводится, он же не оставит его на обочине поломанный трак, отвез. В итоге водитель потерял, это было в пятницу, он привез, пятница вечера, привез туда свой трак. Выходные закрыты. Водителю пришлось жить в гостинице несколько дней. В итоге за эвакуатор и за то, что он там несколько дней простоял у них на их стоянке, и за то, что он прожил в гостинице, там все про все, ему что-то счет вышел, не буду врать, там что-то около пяти тысяч долларов он заплатил, потому что они, это был кархоллер, они по-хитрому берут деньги, они берут деньги за эвакуацию трака, отдельно трейлера и отдельно каждой машины, которая стоит на трейлере. То есть они это все считают, как они его вырвали, все это по отдельности, как будто бы. Вот, ну тоже аферисты еще те. Ну вот так это где-то работает. Вот. И просто из-за того, что человек не знал английский язык, попал на такие деньги. А так он заплатил бы там 150 долларов за то, что его выдернули со снега бы и все, и поехал бы себе дальше. Поэтому английский язык надо учить. Иногда это дорого стоит, незнание языка. Вот, и в общем-то всем удачи, увидимся дальше. У меня потом будут новости тоже по поводу тракового бизнеса. Ну вот сейчас столько всего происходит, столько новостей, не знаю. Такое чувство, что эти все независимые компании траковые там закончатся в следующем году. Вот, но это я потом расскажу. Всего всем счастливого, хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok